Никто не в курсе, чьё это хозяйство тут вроде грязное такое. В последние дни, когда, видимо, уже иссякли напрочь зимние запасы сена, жители посёлка Рудникамини Третьего Интернационала стали задаваться подобными вопросами. Кто-то, кто явно владеет этими поберушками, а они все при подковах, похоже, отменил конюшенные права. Оковы тяжкие пали, стойло рухнули и свобода. В общем, отпустил на вольные хлеба. После такого хода конём аборигены оказались на этой неотъемлемой территории Нижнего Тагила совсем не главными. Вчерашние совраски возомнили себя гордыми мустангами, по крайней мере, коллективной лошадью Пржевальского, и теперь тут явно доминируют. Лошадиный вопрос вот-вот окончательно испортит местных, ведь здесь сплошной частный сектор, а значит, огороды, которые вольная кавалерия считает своим законным выгулом и пастбищем наравне с помойками. А тут ещё и школа. Как и интернационал, вся тоже третья. Туда от детишки ходят, продираясь сквозь тучные лошадиные табуны. Вот что пишут заложники ситуации. По улице постоянно бесконтрольно бегают бесходные полу дикие лошади. Детям, идущим в школу, приходится, едва завидев их, обходить стороной. Порой детям от них приходится убегать или прятаться, да и взрослым тоже. Лошади заходят в огороды, нанося тем самым вред чужому имуществу. Риск для людей и имущество реально существует. Есть риск как для пешеходов, так и для автомобилистов. Недавно стал свидетелем следующей картины. Табун лошадей, три штуки, вылетел на дорогу из кустов и поскакал по ней голопов, останавливаясь для совокупления. К нам с супругой подбежал испуганный ребенок и попросил помочь проводить его, так как ребенок сильно испугался происходящего. Конец цитаты. Вот такая странная сложилась ситуация в Нижне-Тагильском поселке, чьи жители сто лет снабжали страну медью с золотом, а нынче попали под копыта. Ситуация, кстати, не сильно уникальная. Вот еще зарисовочка о совместном житии с превосходящими лошадиными силами в поселке Кушва. На все обращения граждане получают ответы, типа, беседа проведена, а больше мы по закону ничего не можем. Ну, наверное, тогда стоит призвать сюда каких-нибудь изгоняемых ромал. Тогда, глядишь, две проблемы. Табун и табор взаимно аннигулируют. Табун и табун и табун и табун и табун.